Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Первый канал представляет серия советы программы Малахау Плюс Рецепты молодости и красоты Формулы здоровья, секреты долголетия Вот она! Мы с вами разобрали Полтора килограмма яблок и голливудский салат Теперь приступаем к другой Совет гостя Красота это страшная сила воли Елена Николаевна Сыненко весила 143 килограмма Кстати, вот она, чтобы вы видели Вот она какая! Однажды ее дочь посмотрела передачу о том, как делают операции по откачке жира Написала письмо на телевидении с просьбой сделать из мамы красавица Откачка жира не такая уж безобидная процедура И это стало для женщины мощным толчком, чтобы начать заниматься собой Я разозлилась на себя, взяла себя в руки Я устроила простой принцип питания Светофор Вот пример обеда из трех разноцветных компонентов Красной рыбы Гречки и зелени Кто не любит рыбу красную Тут может воспользоваться белой рыбой, я так думаю Может сварить кусок говядины А может сварить и кусок курятины Порция размером с ладошку, не больше Но у кого какая ладошка В качестве гарнира 3 столовые ложки вареной гречневой каши Можно заправить оливковым маслом Желательно, желательно не заправлять оливковым маслом А что сделать? А вот просто-напросто полить вот этой подливкой, которая останется А лучше без всякой отварной этой Каша без всякого масла И без всякого там жидких вещей Типа вот это вот В чем варили там или жарили Почему? Потому что когда вы будете сживать Вы только за счет сживания этой каши Потеряете достаточное количество калорий Итак, в качестве гарнира 3 столовые ложки вареной гречневой каши Можно заправить оливковым маслом и зелень Рыба и мясо нежирные И от гречки вы не поправитесь Ну смотри, сколько ее съедать Если килограмм съедать, то можно и поправиться За год я сбросила до 68 килограммов за год А тут вообще-то светофор, не светофор Вы просто-напросто вот найти тупо Свой рацион, который вот такой Уменьшить его до такого При котором вы чувствуете себя Ну конечно в начале будет хотеться там есть При котором вы чувствуете себя нормально То есть вполне хватает еды, пищи И этого достаточно А не то, что значит делать светофор Еще что-то, еще что-то Простые вещи Я поняла, что мне это ничего не стоило Это только сила воли Советы ведущих Рецепт от Елены Прохловой Можно ни в чем себя не ограничивать Разве что убрать чуть сладкого Чуть соленого, поскольку это вредно для наших органов Ну смотрите, чуть сладкого Если вы его перебираете Это конечно в жирок пойдет А чуть соленое, если вы соленого перебираете То это воду задерживает Если вы убрал эти два компонента Вернее нормализовал их Вы сразу же почувствуете, что пошел сброс веса А принимать пищу очень маленькими порциями И жевать все по 50 раз Вот это знаете Рекомендации жевать там 25 раз, 50 раз и прочее Прочее, прочее Это все какие-то ерунда Это у нас не математика Пищеварение Вы просто-напросто берете в рот пищу И жуете до тех пор Пока она сама как-то раз во рту ее не оказалась То есть вот этот феномен Как я вам говорю насчет углекислого газа Мы будем считать там Ага, вот столько там это самое Секунд задержки или еще там что-то Ваша задача Дыхание так тормозить Чтобы у вас щеки краснели и нагревались А на лбу выступала испарина Вот это то, что надо Точно так же и в еде Вы жуете до тех пор Вот взяли и жуете Ту же гречку жуете, жуете Пока она не смочилась слюной И вы чувствуете Она просто-напросто растаяла как-то у вас во рту То ли вы ее выпили То ли она как-то осталась Практически вы не делали никаких глотательных движений Вот это то, что надо Что надо, то, что надо Во-первых, через 20 минут вам больше не захочется жевать А во-вторых, вы почувствуете себя сытым И сбросите вес Слово на букву Х я не говорю Насыщение Еще разок Важно понимать, что процесс насыщения Возникает Тогда, когда пища Пожевалась Проглотилась А еще важнее Из желудка Прошла в кишечник И в кишечнике Она всосалась Поступила в кровь Достигла определенной концентрации И на рецепторах головного мозга Прозвучал сигнал Что вы наелись Кто там меня беспокоит А беспокоит Один и тот же голос Беспокоит Беспокоит Мошенники Вчера звонили Звонили Вы знаете, я не беру и это И как бы сказать И нормально Вчера такой номер был Сейчас я вам покажу Раз мы это Смотрите, вот такой номер был Хитрый 9300 Если у нас Сбербанк звонит Сбербанк звонит То он вот по этому номеру 900 Без всяких яких Мошенники Которые Собираются Вас обмануть Кинуть Так сказать На денежки Вот не беру И нормально Как взял Вот это вот Такая ерунда Все, кто мне звонит Как правило Они у меня подписаны Кто это Что это Ну это так Мы с вами отступили Отступили И значит что И вот когда Питательные вещества Всосались в кровь И достигли Нужной концентрации В крови У нас как раз Рецепторы Насыщения Сигнализируют Нам Что Мы Наелись Это процесс Занимает Время Там Ну Леночка Говорит 20 минут На самом деле Это больше Минут Может быть 40 А может быть Даже Час И когда мы Медленно Жуем Это все Нормально Происходит И мы с вами Насыщаемся Небольшим Количеством Еды Как только Мы с вами Вот эту Гречку Которую там Свалили Будем Запивать Мы вместо 50 граммов Или как там Сказано 3 столовых Ложек Этой Гречки Мы с вами Запросто Съедим 30 Быстренько Забросив Все это В желудок У нас Желудок Растянется И пока Это все Усосется В круг Мы еще Там Чего-то Набросаем Когда Нам Организм Будет Сигнализировать Что мы В конце Концов Наелись Оказывается У нас Тут Знаете В кормозапарнике Столько Продуктов Что мы Объелись Вот Почему Надо Есть Не спеша Тщательно Пережевывать Тогда Никаких Вот таких Вот вещей Не надо Будет Светофоры Там Еще Что-то Там И Придумывать Так Комментирует Геннадий Петрович Малахов То бишь Я В то время Ну-ка Посмотрим Насколько Тот Малахов Отличается От Вот этого Малахова Сладкое Нужно Исключить Потому что Оно Уходит В жир Ну Рекомендация Такая Знаете Чисто детская Она уходит В жир Сладенько Необходимо Но опять-таки Во всем Должна быть Мера Мера Вот это вот Чувство Это Слово Мера Вот она О многом Говорит Мера Соленая Соленая Потому что Оно Держит Воду Вот как Я вам Сказал Да Соленая Держит Воду Из-за которой Человек Может набрать Вес Вода Держится Все это И ткань Отекает И ноги Отекают И лицо Отекает Тут Я видите Нормально Сказал Отщательно Пережевывание Пищи Важно Потому что Пока вы Едите От желудка С потоком Крови В мозг Должен Дойти сигнал О насыщении Ну то что я вам сейчас Вот как раз Говорил Объяснял Если человек Ест быстро Да еще Пьет Запивает Ему лишь Протолкнуть Знаете Не съесть А протолкнуть Еду То есть Взял там Эту кашу Или картошки Или еще Запил Все нормально Он Набивает Желудок И только потом Чувствует Что объелся То есть Потом После насыщения Чувства Того что Он наелся Дальше У него Возникает Ощущение Что он Объелся Что ему Тяжело Желудок Давит Он не вдохнет А если вы еще Переели На ночь На ночь Вот смотрите Я на себе Прекрасно Это все Прочувствовал То есть Я до 7 часов Съедал еду Там Ну там Допустим Особенно что-то Если вы Из мясного Такого съели Типа там Колбасы Или еще Там чего-то То Примерно Часов В 12 В час Вы просыпаетесь Ночью От чувства Того Что сердце Бухает У вас Идет Во всю Процесс Пищеварения Вы не отдыхаете А вы Нагрузим Органы Пищеварения Продолжаете Трудиться И естественно Получаете Соответствующие Результаты Это не обязательно Приведет К тому Что вы Поправитесь Это приводит Просто к тому Что вы Изнашиваете Свой организм Банально Изнашиваете Даете Ту Нагрузку Которая ему Не Нужна Вот А если он есть Потихоньку То минут через 20-30 Приходит сигнал И человек Понимает Что сыт Причем Не через 20-30 минут Сигнал приходит А где-то Аж через час Ну кто у нас Будет час Там вживать Чтобы Этого всего Добиться Ну по крайней мере По крайней мере Знаете Вот тут такая Интересная Пословица есть Вставать Надо При Первом Появлении Первого Чувства Насыщения Вот первое Вот вы что-то там съели Не спеша Раз Первое чувство Потому что дальше Идет всасывание И все это Знаете Будут сигналы Что вы нормально Наелись Первое чувство Вы встали То есть у вас Нормальное Как раз вы съедите Столько Сколько надо Мы думаем Что вот Желудок Он у вас Вот такой вот У нас Смотрите Здесь вот Примерно Должна быть Такая полость Которая бы Желудочная полость Полость Которая бы По Мере Своего заполнения Не мешала нам Ни дышать Ни сердцу Биться Если мы эту полость Вот Увеличиваем Смотрите В два раза Увеличиваем То за счет Этого Уже у нас Возникают проблемы С дыханием Мы начинаем С вами Раздышиваться Вымывать углекислоту Углекислота Вымывается В 20 раз Быстрее Кислорода Почему у нас И возникает Так называемый Эффект Глубокого дыхания Естественно Нагрузка на сердце Сердцу тоже Неудобно Биться Биться Неудобно Все это Знаете Вот Как нечто Как вот Опухоли Чижеродные Перекрывают Давят На органы Так точно И да Без меры Принятая Она начинает Давить На соседние Органы На ту же Печенку Давит Вызывая застой На все Ближлежащие Органы И это все Ухудшает Нормальное Движение Той же Диагофрагмы Отток крови И незаметно Незаметно Начинают возникать Расстройства Которые приводят Потом К каким-то Таким болезням И мы начинаем Их лечить Лекарствами Ну что Геннадий Петрович Ну зачет Зачет Три с плюсом Поставлю я Три с плюсом Поставлю Нормально Нормально На этом закончим Я благодарю Вас За то Что Вы Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала Благотворительность